Здравствуйте! Как народу много. Мы никогда перед такой аудиторией не выступали. Вообще, перед этой аудиторией не выступали. Будет первая покутка. Здравствуйте! Меня зовут Павел Горбунов. Я ведущий художник по концертарту компании Тарантио Платформ. Рядом со мной находится Андрей Кобусов, наш ведущий программист Тарантио 3D. И сегодня... Ну, у нас изначально планировалось два доклада. Мы планировали сделать доклад для художников и доклад для программиста. Но нам не дали два доклада, нам дали один. Поэтому нам пришлось совместить. Изначально мы планировали, что я буду сидеть рисовать. Андрей будет сидеть программировать. За 50 минут невозможно ни нарисовать, ни напрограммировать. Поэтому мы будем больше заниматься теорией, нежели практикой. Доклад наш называется Флэш-игры, переходим в третье измерение. По сути, я покажу в первой части общий pipeline, работу над 3D-моделами, как обычному 2D-худорнику, которым я до определенного момента и удался превратиться в трёхмерщика. А Андрей покажет, как все эти трёхмерные модели ставят тяжелко. Давайте начнём. У меня есть такой вот концерт-картик, который я нарисовал специально для этого мастер-класса, ну или доклада. На самом деле ничего обычного. Ну, девочка такая достаточно дружелюбная, казуальная, домик. Вполне нормальная картина для социальных типов или каких-то казуальных. И мне нужно было превратить эту девочку в трёхмерную девочку и в трёхмерный домик. И вставить это всё в флэш. Во флэш я ничего вставлять не буду, вставлять будет Андрей. А я буду моделировать. Многие художники боятся трёхмерной графики, но бояться её не стоит. Но... Извините. Я нервничаю немножко. Давайте для начала вообще рассмотрим аргументы в пользу перехода на трёхмерную графику. Я никого не буду убеждать или что-то доказывать. Я просто покажу, какие есть плюсы, а вы сами уже решите, стоят они того или не стоят. Я здесь кое-что выписал. Значит, плюсы перехода флэшиков в 3D. Прежде всего, это графика и анимация. Но графика по понятным причинам. Трёхмерная, она во многом может выглядеть выгоднее смотреться, чем двухмерная. Многие... Многие люди, которых я встречал, они считают, что пока графика, она более живая, нежели трёхмерная. Я с этим в корне не согласен. Я считаю, что качество трёхмерной графики определяют артовики. И... Дальше двухмерная, ты веку трёхмерный движок или двухмерный, а он всё равно не получит конфету. Поэтому всё зависит, собственно, от желания и навыков. Второе – это анимация. Дрёхмерная анимация, она связана с некими сложностями. То есть, там нужно прорисовывать фазовки, может быть, в карандаше, там нужно вставлять ключевые кадры. Ну... Очень много работ. В трёхмерной графике, по большому счёту, нужно вставлять только ключевые кадры, а всё остальное за тебя делает машина. Далее. Игровая механика – недоступная подать. Под этим подразумевается, в основном, использование третьего измерения. Вы можете сделать трёхмерный тетрис на двухмерном движке, но это будет костырь. Трёхмерный тетрис нужно делать на трёхмерном движке. Вполне очевидно. Дальше. Сложная физика. Да, под физикой сложной я подразумеваю физику, использующую какие-то трёхмерные объекты. То есть, например, когда сталкиваются не квадратики и кружочки, а пулыки и шарики. Например. Далее. Жанры игр. Трёхмерная графика открывает целый спектр жанров. Я выписал всего три головоломки со сложной физикой. Имеются в виду головоломки за основой игрового процесса, которые берут столкновение каких-то трёхмерных объектов. На трёхмерном движке полноценный шутер сделать невозможно. Единственное, что можно сделать, это, например, тир, интерактивный какой-то. А полноценный шутер может сделать так вот. Ну и последнее, это, естественно, трёхмерные гонки. Про них общается. Нет смысла что-то объяснять. И так всё понятно. Ну, например, вы решили, что будете делать игру на трёхмерном движке. Для этого вам нужны художники-три-тешники. Или вы, например, сам являетесь художником-три-тешником. Вот у Фмерчика. Кстати, есть художники вообще заяние? Руки поднимите, пожалуйста. Есть звук. А три-тешники есть? Ну, кстати, не так уж и много. Ну, по крайней мере, мы не зря сюда ехали. Допустим, вам нужно сделать трехмерную игру Дрехмерные художники обычно очень боятся трехмерной графики Но это все есть свои причины Наиболее встановленные из них я решил выписать отдельно У меня такой пункт, что покажет художников трехмерной графики Самое первое, у меня неспроста Я выписал монструированный интерфейс Дело в том, что когда обычный художник открывает 3D-пакет вроде 3D Max Он обычно чувствует себя, наверное, так Я сам был в такой ситуации И потом, утирая холодную порцию, я так быстрее закрыл, чтобы больше с этим не сталкиваться никогда Бояться этого не нужно Дело в том, что все эти панельки Ты же все равно чувствуешь себя, как будто ты в космолете Там куча рычажков каких-то кнопок, лампочек непонятных Ужас! Не возможно в этом все разобраться с самого начала Но в отличие от настоящего космолета Для того, чтобы это все взлетело Все эти кнопочки нажимать не нужно Используется буквально там Несколько каких-то инструментов простейших И все вот эти вот менюшки, они изучаются постепенно И к тому времени, когда вы до них доберетесь Они уже не будут вас так пугать, как раньше Дальше, сложные инструменты Сложные инструменты, поначалу Я подразумеваю под ними инструменты, которые в принципе используют Примерная графика Цветения модификаторы, вертексы, эти же Обычному двухмерному художнику они кажутся очень странными, непонятными Но на самом деле это практически то же самое Этот интерфейс, он всегда бывает скректирован для того, чтобы его можно было наиболее удобно использовать И когда вы используете там, не знаю, какие-нибудь видеоуроки Разберетесь буквально об нескольких студентах Вот в минуту вы поймете Обычно это случается через пару дней, как было у меня Что вы действительный интерфейс и все эти инструменты перестали чувствовать Они перестали быть ощутимым посредником между вами и вашим творением Поэтому поняться их не нужно Далее Требуется в спецзнание Да, когда вы переходите в трекулярный график, вам нужно получить новые знания Первое, как полигональное моделирование, ригм, анимация Я поочередно сейчас их переберу Например, полигональное моделирование, что это по сути? Это по сути, не знаю, многие, наверное, стояли из Бакмана Кубики различные, может быть, домики какие-то Это по сути то же самое абсолютно И ничего сложного в этом нет Главное разыграться с предыдущим кубом, то есть сложный инструмент Дальше Риггинг Риггингом в нормальных взрослых крупной компании Риггингом занимается отдельный человек Людей, которые не знают, что риггинг, когда вы делаете трекулярные модели Необязательно для анимации нужно вставить кости Причем кости настроят таким образом, чтобы, когда персонаж у меня в руки и ноги Чтобы у него там ничего не перекручивалось, не выворачивалось наизнанку И все, что точно Этим занимается обычно отдельный человек, но обычному художнику В этом разобраться особых проблем я не вижу Мне понадобилось для этого всего лишь один день Используя различные видеоуроки, может быть, какие-то документации Ничего сложного Анимация, так это вообще простота По сравнению с покадровой анимацией, которая классическая, рисованная Не нужно использовать никакие переходные кадры То есть просто ключевые выставляешь И все аккуратно, все работает И дальше там, необходимая жесткая активизация под Flash 3D Это вообще было актуально только до 11 версии Flash С 11 версии Flash научился работать с видеокартами И можно уже не париться и делать модели не из двухсот полигонов, а из двух тысяч Андрей, кстати Да, я просто хотел добавить, что в 11-м плеере Сортировка выполняется при помощи зэпбуфера И она стала прочей То есть раньше, по 10-м плеерам нужно было использовать сложные методики Для программной сортировки полигонов, там, BSP-деревика, PD-деревика Сейчас это не нужно, в видекафты административируют сама Все Спасибо Вот, допустим, вы избавились из всех своих страхов И таки решили использовать примерную графику Какие инструменты использовать? Многие сталкиваются этим вопросом на первых парах Я вывесил список софта, который я использую на работе, но практически каждый день Для многих этот список покажется капитанским А многих для многих нет Если у вас есть какие-то, не знаю, балкнотики, ручки Вы можете записать незнакомые названия, там, не знаю, плагины Самая первая компа у меня гуглский чат идет Почему я выписал эту программу? Потому что основа Аня, давайте я с другого начну Я вам сразу ее покажу Гуглский чат Эта программа для трехмерного моделирования Она спроектирована таким образом, что использовать ее очень просто У нее очень низкий порог входа новых пользователей Человек, который ни разу не использовал трехмерную графику, может научиться работать не за вечер Даже когда ты устанавливаешь программу, там сразу появляется список видеороликов, которые следует посмотреть И потратив на это все, может быть, несколько часов времени на просмотр этих роликов Можно уже начинать в полной мере использовать все возможности этой программы Но модели, созданные в ней, в чистом виде использовать в каких-то игровых проектах нельзя Потому что из-за особенностей архитектуры модели, которые получаются на выходе Они, в общем, кривые очень Там вертексы перекрученные, там полигоны В общем, ужас Все разбито по кускам Почему я о ней тогда вообще рассказывал? Но она используется для создания концептатов В этой программе есть огромная штука Называется Pureware Warehouse Это, по сути, огромный клетак Из треферных моделей, созданных различными пользователями Из этой сети Которые важно в любой момент абсолютно бесплатно скачать без регистрации И загрузить свою сцену И расстоять их как угодно То есть можно сразу накачать мебели, там, телевизоры какие-то, не знаю Что-что угодно, стены, обои Все это разместить в своей сцене Потом это все сфотографировать То есть за скриншопить Поставить в фотошоп И в фотошопе уже обрисовать То есть эту сцену я рисовал для проекта Данкерлайн 2 У меня ушло на нее С использованием головного скетча Часа четыре Так бы я потратил на нее, ну, не знаю Полтора-два рабочих дня Огромная экономия времени, всем рекомендую Дальше Про 3D-макс я уже рассказывал раньше Ну, как бы, с ним все понятно Хорошая программа, сложная, иногда страшная А вот про X-Ray Unwap я еще не рассказывал О любой модели, когда создается 3D, нужно сделать развертку Что такое развертка? Если кто не знает Может быть, многие в детстве вырезали из журнов И листочки там Берешь, вырезаешь ножницами фигурки И из них склеиваешь такую трюкмерную там Бумажную фигурку там, не знаю, самолета Или, может быть, машинки Ну, многие, наверное, этим занимались Так вот, развертка это то же самое, как наоборот Берете трюкмерную модель и ее разворачиваете Для того, чтобы можно было текстурировать Так вот, когда вы делаете трюкмерную модель Процесс развертки, это очень длительный процесс Знаете почему? Потому что, когда вы включаете функцию Unwap По умолчанию Изначально программа разворачивает ее как-то вот так вот И надо зарубиться с людьми, кто и слог это затекстурировать Может быть, даже деньги какие-то ему заходить А плагин, который называется X-Ray Unwap Все это развернуть очень быстро То есть, вы буквально на модели Подмечаете, где сделать разрезы Все остальное Программа разворачивает самостоятельно На это может уйти без преувеличения минут десять В это самое время вручную На это уйдет, не знаю, рабочий день или даже больше Запишите, если кто не знает Программа Программа очень известная Это, по сути, цифровая глина Которая очень удобно лепить различных персонажей Технику не очень удобно, а вот органику красота Она позволяет создавать Италилизированные персонажи Высоким полигонажем У этой модели Двадцать миллионов полигонов, кажется У нее там пролепленные Поры И очень мелкие детали Там волосинки чуть ли Такое модель нельзя в чистом виде загружать В трех лет кружок Потому что в человечестве еще не придумывало Трехлевого ладежка, который мог бы столько переварить Программа что-нибудь управлять Каким образом это сделать? Нужно сделать витопологию Витопологию удобнее всего делать не в запраши Многие ведь этим занимаются, я знаю А все-таки удобнее сделать 3dmax Для этого можно эксплуатировать эту модель 3dmax Наиболее простой и быстрый способ это сделать Это использовать плагин GoZ Заправши четвертом Начиная с версии R2 Он строен во внутрь Что это за плагин? Предварительно сбавив Уровень субдивизии в этой модели То есть полигонаж Сбавив там, ну не знаю Доста тысяч полигонов Если у вас 64-разрядная операционная система 64-разрядный 3dmax Вы можете Эту модель Может быть Перенести в 3dmax Сделать электопологию Для проекта этой модели Это делается в один клик Это экономит время Дальше Photoshop CS4 Plus Плюс подразумевает то, что Имеется ввиду Photoshop начиная с версии CS4 Потому что начиная с версии CS4 Photoshop поддерживает 3dmax модель Он не может моделировать Он не может их как-то редактировать Зато их можно вертеть Их может текстурировать Могут загрузить Свою игроковерную модель Нескопоригонально Прямо в Photoshop Двойным кликом Открыть развертку И красить И смотреть, что получится Сразу же Моментально А можно Рисовать прямо поверх модели И видеть сразу Результат финале Дальше X-Normal Для этого я рассматривал модель Которую я изготавливал И запрашив Там проверки на перепоры И прочие новые детали И у многих может Появиться вопрос Зачем это все делается Если в финале Выкруют модель Из Ну Двух тысячи полигонов Для того Чтобы эту модель Все эти детали Передать Нужно использовать Карту нормальной Это карта Которая Текстура Которая показывает Где у модели находятся Вершения Какие-то мелкие детали Выемки Лучше всего Эту карту нормальной Снимать На мой взгляд С помощью программы Программа Очень простая Я посмотрел Который минутный ролик На ютюбе В котором чувак Какой-то Я ее разворачивал Ну, в какой-то модель И освоил То есть Можно видеть Что в этой модели Из будущих полигонов Детали На Первый взгляд Ну и вообще На вид Примерно Как модели На 20 миллионов В помощью этой программы Можно очень быстро Научиться Запекать Мелкие детали На нескополигональные Модели И Последние Но Как там сказали Залаз По фнафлист Это Наша собственная Разработка Очень крутая штука Называется Альтернатива Эдитер В будущем Она возможно Быть переименована В Альтернативу Но пока Она уже доступна Пока она называется так Она уже доступна По сайту Эдитер.альтернативоплатформ.ком Это Онлайн Просмотрщик моделей Все свои модели Можно Загрузить в Просмотрщик Покрутить Повертеть Кинуть ссылку другу Вася Вася клипнет на ссылку Как на ЧП И у него Трекмерная модель А еще Если там Волшебную кнопочку Можно Получить Комп для вставки То есть Можно в своем ЖЖ Написать Просто Смотрите Чуваки Какую крутую модель Сделал И внизу Это трехмерная модель Чуваки Сколько влезет Я считаю Что это очень круто Ну вот Примерно Так Используя этот топор Можно научиться Моделировать Ну Модели игровые В любой сложности И вот Модель из которого Именно нужно Как в игру вставить Как только вставить Нам Расскажет Андрей Ковасов Который Да Который сядет Да Который сядет За нот Так Я сейчас Сейчас покажу Как можно Довольно быстро Сделать Для начала Я Модели Которые подготовил Патчи Я их загружу В эдитер Для того Чтобы Посмотреть Нет И в них Каких-то Косяков Проблем Модель Я заранее Заготовил Может не можем Моделировать В прямом эфире Времени не хватит Вот Эдитер Паша сделал две модели Моделевского С домиком И персонаж Так Берем текстуры Андрей заблудился Я возьму все текстуры Он выглядит Какие он Подносится Так Что-то он сказал сейчас Так Сори Это не там Легко Так Сейчас вспомню Какая он будет Вот Видите Островок Все нормально Отображается Можно Повращать Смотреть Так И вторая модель Тоже текстура Не потянула Сейчас Я ее открою Вот Тут даже анимация есть Так И сейчас Я вставлю В модели Эти В движок Конкретно Островок У эдитера Первым делом Экспортируем 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 Вот Получили архив Смотрим Здесь есть два класса Один из которых Выполняет Это предложение Simple Viewer И самому делу Здесь Скопируем Сейчас я создал Новый фиксовый проект И постраиваю Стейк Модель Скопируем Все содержимое Альхива Папку Сортируем Удаляем Сгенерированный По умолчанию Класс Основной Используем Для этого Simple Viewer Также мне понадобится Альтернатива 3D Я с вами создам Папку Vips Скопирую туда Альтернативу И настрою проект Чтобы Он Использовал Сортируем Добавляем Бапку Все Добавим Указываем Одинство Версию Плэвера Так, я вот в системе. Окей. Сейчас все настроено, не биджой. Так, тем более есть дополнительное время, Паша. Закончил раньше. Не буду его addtops. Так. Окей. Теперь я могу указать, использовать одиннадцатый постклэр. И так же нужно указать дополнительную аукцию компиляции по своей версии. Тринадцать. А? Ну, да, тринадцатый. А с тринадцатой версии, там появилось стейч-траде, контекст-траде. А вот, в целях. Главнее кажется, не надо. Да. Так же не, почему бы не доходило, что это контекст-тракт-тракт-тракт-тракт-тракт-тракт. Так же надо вкладывать основные, символи. Все. Теперь зайдет компиляция. Все. Уважаем никаких ошибок. Но надо как-то новое впечатление подключать. У меня постоянно что-то с фокусом происходит. Немного. И. А в этом окажении нужно написать в МОДИРАЕСЬМУ. Продолжение следует... 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 Так. Вот такой вот последний слайд. Мы закончили наш доклад. У нас осталось немножечко времени. Большое спасибо, что все пришли. Я бы хотел... Ну, может быть, у кого-то вопросы есть какие-то там? Привет. Меня зовут Кобяков Георгий. Первый вопрос к тебе. Сейчас у меня сложилась такая ситуация, что приходится обучать 3D-графики. Но как бы все знают, что у нас у 3D-шников есть такая проблема. Никто не умеет рисовать. Реально. Все 3D-шники, они пришли откуда-то из кибернетики. Я не знаю, кто откуда. И никто не умеет рисовать рукой. Какие ты бы дал советы, чтобы, ну, все равно, чувство стиля, чувство вот этого всего должно присутствовать у моделера там. Вот. Как ты думаешь, как лучше это сделать, как бы научить людей? И как их может к этому больше организовать? Вообще, вопрос очень интересный. На мой взгляд, идеальный вариант 3D-шников, которые не являются художниками, направить, не знаю, на моделирование зданий. Первый вариант. И нанять художников и обучить их моделированию. Либо давать этим 3D-шникам уроки рисования. То есть, нанять какого-то репетитора, чтобы он с ними занимался, научил его рисовать. То есть, единственный вариант, которым является. И еще, да, кстати, вот мне Антон Локов тут подсказывает. Давайте им скетчи от художников. Очень хорошие. Чтобы они четко им вследовали. Ну, это понятно. Они как бы в моделях могут исследовать скетча, но единственное, хочется, чтобы просто они немножко тоже иногда руки включали и, как бы, может, могли рукой. Да, где-то. Учителя такого же. А второй вопрос, наверное, больше к Андрею. Я видел в вашем просмотрчике, там, такую кнопочку, была экспорт в FVM, но почему-то она не работала, уверенно. То есть, эта функция сейчас существует, реально? Да. Да? То есть, я когда заходил, буквально несколько дней назад, почему-то у меня FVM не открылась, такую модельку я не смог свою поставить. Если у вас сцена загрузилась, в фарма не было, то она должна и в FVM спробовать, безбога, да. Ну, я видел, у вас в последней версии была уже, как бы, добавлена возможность подружать 3DS в формат. Вот, я с альтернативой не работал за 3DS. Отдельное спасибо. Спасибо за внимание. Там еще и фабриксируют. У кого еще вопрос есть? Здравствуйте. У меня вопрос к поводу другого, очень популярного 3D, как называется, редактора Maya. В... навстречу разработчикам, которые с Maya работали, с 3ds Max, у вас есть планы? Похажите. Вы уходили. А? Уходили. Нет, не бухать за ним, а, ну не знаю, тот же самый плагин, я так понимаю, для 3ds Max очень полезен. А вот с Maya, ну вот действительно такая есть проблема, ну не проблема, а вот ситуация такая, что все 3D-шники в компании, они все работают на Maya, и по каким-то своим 3D-шным моментам на 3ds Max просто матеряться. Вот. А у вас такая классная штука, все очень классно, все очень хорошо, но перегонять все из Maya в 3ds Max и давать кому-то. Ну, в общем, вопросы-то мы его поняли. И просто скажите. И просто скажите, Maya быть поможет Maya? Ну, можно спросить у себя 3ds Max, видимо, мы так привыкли? На самом деле ответ, я Антон Моков, если что. Ответ как раз альтернатива Editor, который мы видели, да, он как раз выполняет функции конвертора тоже, потому что в конечном итоге мы загружаем это самые разные модели, и 3ds, и коллада, и свой формат, и мы будем дальше продолжать развивать это дело. То есть будет там до скетчаток, а выгружается он уже в 3D-формате, так что будет он использовать. Да ладно, хорошо. А есть проблемы с тем, что, допустим, из Maya можно там в колладу перегнать, и это не всегда лучше хорошо получается. Я согласен, но пока, честно скажу, в планах создания именно плагина для Maya, ни планов пока нет. А в дополнение к этому, к редактору мира или что-нибудь в этом роде, вы планируете? Да, он делается у нас внутри, как раз вот эта вот альтернатива 3, все-таки, который уже стал, это часть этого редактора. Но пока что это внутренняя разработка, и в первую очередь она нацелена на нужную танку 2.0 и наших партнеров. Возможно, когда-то она выйдет наружу. Можно вопрос такой по 3D-контенту? Насколько я понимаю, у вас для более гладких моделей персонажей использовалась сначала Z-2, потом и топология. Но для танков вы делали сразу модель в 3D-максе или тоже через Z-2 топологию? Потому что портсёрфис модели трудно делать через Z-2. Делалась высокополигональная модель в 3D-максе сразу. Потому что запрашивали, что нужно работать только с органикой, нормально, поплатно. Можно, то есть. А потом на неё уже запекались нормально. Ну, на низкополигональной модели. А сейчас есть у вас возможность подключать карты, ну, допустим, Specular, Bound? Да. Да. Я, по-моему, кстати, видел у вас в просмотрщике вот этот чувак, который у вас замоделен. В первом. У него там была не анимашка, но так было бы круто, да? Ясно. Там всё есть. Там норма МАП и спекулятор. И футбол. Ещё вопросы? Давайте, задавайте вопросы. Познание у вас есть. Здравствуйте. После 3D-чудовища, само название говорит о том, что у нас с 3D связано. Вот. Я хотел спросить вот что. Меня интересует альтернатива. Она может работать в комбинации 2D-подложка плюс 3D-персонаж или там 3D-машинка? Как это по координатам увязывается? Допустим, изометрические виды. Вот. Вот это мне интересно. Но изометр и есть. Также есть опция отписывки битмампов. Тогда можно подложить что-то под низ. Например, сделать модели там. Они ещё не работали. Я просто на первых спрашиваю. Как бы интересно. Хорошо. Понятно. Спасибо. Всё. Планируется ли для скетной анимации поправка на универсальную кинематику? Допустим, если опять следит по какой-то горе, чтобы он не просто повисал на каждой, а? Ну, планируется, но не планируется. Почему? Потому что сейчас движок больше нацелен на отрисовку. Это скорее уже какая-то кинематику. Но, возможно, мы в дальнейшем сделаем какие-то дополнительные алгоритмы для удобства пользователя. Может быть, это какая-то новая кинематику будет. Там, не знаю. Коранатива 9. То есть, не убежишь время. А пример выложите? Пример, да. Вложите, плюс как уже. Спасибо. Вопросов нет? Хорошо. Если вопросов больше нет, то я хочу поблагодарить наших докладчиков. Спасибо большое. Спасибо.